привет друзья с вами я во ватишевский и как же я обожаю получать разные прикольные посылочки в частности сейчас я получил офигительную посылку и я уже знаю что здесь и кстати хочу сказать что это особенная посылка в плане того что первая посылка с магазина кули-кул я заказывал смартфон для подписчика через бесплатного посредника так что давайте будем смотреть вот вы видите в какую упаковку запакована ну наружная упаковка не так имеет значение как вот это то есть вот это супер идеальная упаковка то есть как бы не бился внутри там или точнее снаружи коробка то есть внутри будет все защищено и для того чтобы у нас дальше открыть необходимо здесь надрезать скотчек вот немного так и я так понимаю что она у нас то ли запаянная как то а вот даже с этой стороны тоже эти с двух сторон очень не хочется повредить вот эту надувную пупырку вот и поэтому я аккуратненько и так видите как все красиво аккуратно отлично смартфон необычный ни разу у меня не было такого смартфона на обзоре единственный вивсоник который я когда-либо тестил это был видеопроектор правда тоже не на обзор ну тем более так что у нас здесь как вы видите упаковка не первой кондиции потому что смартфон тоже не самый новый свежий но как бы для подписчика был интересен и если он интересен ему вот то он будет интересен мне логично а дальше что так наверное нужно перевернуть как-то да слушайте вот это прям ого книжка здесь так вот смотрите это у нас девайс мы его отложим и тут у нас тянется а а вот смотрите в специальной книжке у нас лежал телефон моего кстати туда и вернем чем чем бы нет вот и теперь у нас отдельно идет чехол с логотипом фирменным вив sonic кстати проектор а это даже не просто чехол это крышка задняя такая вот необычная но тоже пойдет хорошо любой подарок особенно если это стоящий подарок то он всегда принимается смотрите все в отдельных коробочках здесь у нас вив sonic на плюс адаптер и плюс отдельно батарея вон там у нас сложена так ну юсби у нас самый самый дешевый самый обычный ну в принципе что можно знать ждать от смартфона до 100 долларов у нас переходничок есть и батарея съемная давайте мы посмотрим так цепляем все отлично смотрите батарея с фирменным логотипом и у нас на 2500 миллиампер отлично тоненькая такая будем надеяться что настоящих 2500 здесь у нас еще у нас какая-то вив sonic смотрите вив sonic здесь вив sonic там вив sonic еще плюс еще есть еще одна бумажка в общем то всего хватает это круто и давайте будем смотреть что у нас здесь должен быть адаптер и ох еще что то есть наушники есть обалдеть в общем короче комплекта нули китайцы неплохо вив sonic вот будем надеяться что и смартфон тоже можно сказать стоит своих денег так и у нас вот такой адаптер без какого-либо обозначения вив sonic нигде здесь не написано у нас адаптер идет на 1 ампер в общем то самый простой самый стандартный как и и принципе юсби вот так вот что там не это знаете какую фирму напоминает престижево вот у них комплектующие типа как бы вот такие вот такого же подход по комплектующим так и наушники глянем наушники у нас наушники я так понимаю что не фирменные вот потому что логотипа вив sonic я тоже здесь не вижу качество шнура как и вот здесь одинаковые так смотрим смотрим обычные ну такие где-то стоят бакса полтора два максимум на алиэкспрессах на распродажах то есть это вот такое вот мы будем надеяться что они работают гарнитура с кнопкой без каких-либо опознавательных знаков так все мы это отодвигаем у нас интересно вот книжечка которая здесь вот она подход неплохой и sonic молодцы за счет так у нас здесь достаточно крупный абориген немножечко у нас тут он открытый оказался видать я даже не знаю что делали china mobile 4g lte то есть не уверен что поддерживает сети lte за пределами китая тут у нас тоже необычно так все что это за под золото такое желтенькое не знаю вот так у нас есть одна симка у нас есть вторая симка этот 4g 3g симка это мини sim это микросим и для карт памяти слот открывающийся вот так и потом закладывается карта памяти одеваем батарею кладем ее камера здесь кстати такая необычная снизу динамик что касается стандартного вот того который здесь есть чехла или крышки задней она из очень приятного матового soft touch как там пластика вот это такая идет смотрите такая более дерзкая более грубая давайте мы вот эту оденем мне кажется что это будет интересно посмотреть как с этой крышкой смотрится девайс главное чтобы это все красиво одеть главное чтобы это подошло ну принципе должно подойти кстати смартфон не тоненький он достаточно толстый все закрывается у нас есть тут транспортировочная пленочка вы видите вот и нажимаем и пи загорелась отлично так ну мне он тоже такой розовый есть кстати сразу видно что full hd дисплей ребят вот сразу вот я смотрю на картинку и сразу вижу четкость full hd на хотя здесь начинка не для full hd смартфона ну будем смотреть как она будет работать слева у нас находится регулировка громкости вот этот то ли микрофон я не знаю что это за отверстие справа у нас находится кнопка включения вы это слышали я тоже есть у нас фронтальная камера тут всякие датчики и у нас китайская полностью китайская а нет с английским меню давайте будем смотреть если у нас русский язык и будем смотреть на яркость нам нужно поставить побольше яркость авто яркость тоже присутствует about phone 44 2 android у нас language input language надеюсь да должен быть русский вот потому что много разных языков насколько русификация я не знаю вот запрос суперпользователя мы конечно же предоставим сейчас а почему нет сразу дадим права суперпользователя чтобы потом можно было вкатать все эти китайские просто по удалять и больше они нам не нужны так ну видите тут китайские приложения работает ну так себе в принципе сносно кнопочки подсвечиваются что приятно сразу бросается в глаза хоть и так тускло но подсвечивается все это китайскую лабуду легко можно убрать если у нас есть рут права супер юзеры если есть все это уже как бы большой плюс звук мы слышали так давайте просто проверим еще камеру ради интереса что у нас там с камерой я не знаю если тут автофокус или вообще какой-то фокус есть но почему-то она не фокусится будем разбираться отдельно там кстати было вроде как видео было включено поэтому не знаю в общем как для смартфона который стоит до 100 баксов с full hd экраном сразу же как бы обращу ваше внимание что здесь full hd хотя он не о гс то есть сразу видно и углы обзора у него видите немножечко страдают будем разбираться смотреть обзор обязательно ждите на канале пишите вопросы очень важно пишите вопросы в комментариях стоит ли он своих денег если вы к примеру уже владелец данного смартфона и смотрите видео и как бы какие у потенциальных можно сказать владельцев есть вопросы то есть у вас у людей которые возможно заинтересованы покупкой такого телефона в общем пока что я же говорю напоминает чем-то престижу вот но возможно даже окажется лучше мне кажется что даже будет лучше чем по такой же цене то есть в районе до 100 баксов престижа все друзья на этом я заканчиваю спасибо вам большое за то что смотрели ставьте лайк подписывайтесь и еще увидимся в новых видео всем пока а также подписывайтесь на страницы социальных сетей группу вконтакте instagram и twitter